7.20 утра, друзья, Скалска, 30 ноября, очень холодное утро, 0 градусов, электричества в доме нет, электричества в доме опять нет, опять проснулся уже, это не знаю как назвать, проснулись, опять нет электричества, это какая-то вообще, то ли смешно, то ли вообще нет слов, понимаете, абсолютно нет слов, только одни эмоции, сейчас подключим газовый баллон, нам друг дал такой специальный распределитель газовый, который в общем-то сейчас нас согреет в очередной раз, это конечно уже до смешного становится, потому что уже какая-то даже паранойя с утра, просыпаюсь сразу смотрю, нет электричества, окей, ну а что в остальном, в остальном заморозки, в основном, наверное, куда-то сейчас сяду на машину со Светочкой, электричества так и не будет, наверное, сядем куда-то будем ехать, потому что интернета нету, кабельного опять, его так и нету у нас с того дня, с 26 числа вчера позвонил в компанию, ну авария, сказали авария, да, конечно, я понимаю, что катастрофа по всей стране, я вообще на приколе, потому что, ну потому что на приколе, ну небо у нас замечательное, петухи поют, а, да, сейчас кофе не сварить, потому что баллонка, газовый баллон подключен к другому, так что с кофе мы пока что отдыхаем, ну, наверное, дождем сейчас, если к 9-10 часов утра будет, так сядем на машину и куда-то поедем, не знаю куда, но подальше, или в гостиницу, или еще куда-нибудь, или к друзьям, если у них есть электричество. Вот так, друзья, и живем прекрасно, хорошо, конечно, шоковая терапия немножко, потому что прошлый год, прошлый год, ребят, пережили, за всю зиму не было ни одной остановки электричества, один раз на 15 минут, ну расслабились, точно, просто расслабились, поэтому не покупали ни генератор, ничего, вся прошлая зима за всю зиму один раз на 15 минут, а тут просто без, вообще, вчера было, а сегодня нету, вчера было, а сегодня нету, ха-ха-ха, ой, вот так, друзья, так что рассматривайте, пожалуйста, ситуацию, перед тем, как покупать в болгарском селе дом, подумайте, что нужно обязательно, чтобы в этом было, ну, еще на эту тему, естественно, конечно, видео я сделаю, пока наслаждаюсь вот таким красивым, очень красивым небом, да, и кофе-то не попить, а Светочка еще спит, потому что в доме нет, ну, сейчас газ-то даст, конечно, эффект, но надо немножко проветривать будет, аккуратненько с этим баллончиком, ну, вот, а вот это наше сейчас единственное спасение на такой случай, посмотрите, вот, наши друзья, нам одолжили вот такую штуку, работает она, работает она от газового баллона, успешно подключили, ну, единственное спасение на данный момент, вот, от дикого холода, который сейчас у нас в очередной раз происходит, вот, смотрите, она может включиться, она может включиться на три, на два и на один, сейчас она включена на две горелочки, ну, тепло дает, конечно, дает тепло, очень быстро достаточно, вот, как фирму не знаю, что это такое, но единственное, конечно, друзья мои, вот этой штуке, недостаток тот, который сжирает кислород и нельзя находиться, надо проветриваться, нельзя находиться в закрытом помещении, вот, что у нас на термометре, сейчас у нас помещение здесь 14, ну, конечно, эта штука вот дает все, сейчас, на улице сейчас минус 4 градуса, иний, снежочек такой даже, да-да-да, единственное, сейчас, ну, ни чай, ни кофе не приготовить, сейчас пойду, наверное, в машину заряжать телефон, ну, все равно здесь нужно проветривать, нужно проветривать периодически, потому что, чтобы башка не болела от недостатки кислорода, ну, можно выходить на улицу, естественно, что я периодически делаю, пока супруга спит и греется, вот так и живем, хорошо, о, Жорик и Маргоша бегают, да, друзья, не знаю, что у нас с этим краном, замерз, не замерз, но пока что вижу сосульку, ну, будем надеяться, что не замерз, а если замерз, значит, судьба такая, ну, не успели, не подготовились, иний, да, смотрите, какой у нас был ветер, ребят, посмотрите, какой у нас был ветер, что даже наш стационарный мангал, мангал в Болгарии говорить нельзя, потому что это такое не очень культурное слово, иногда цыган, ну, на сленге называют мангал, поэтому будем говорить, что это гриль, ребята, смотрите, его просто снесло, а он тяжелый, ну, еще не поднимали, абсолютно ничего не делали, потому что, скорее всего, порядок, ну, порядок на участке будем наводить уже как немножко будет потеплее, потеплее, так, что у нас дальше еще тут, а дерево, смотрите, дерево тоже снесло, ну, дерево достаточно старое было, поэтому, видите, спиливать не пришлось, так, чего еще, сейчас, наверное, пойду, вот, начинает уже распогодиваться чуть-чуть, да, но это не дает нам электричество, вот наша трансформаторная будка, на которой, ребята, ребята, мы на нее просто молимся, потому что вот она стоит, вот стоит будка трансформаторная, которая должна давать электричество, она его не дает, ха-ха-ха, ну, дороги расчищены у нас, естественно, уже, так что проехать службы сюда могут, весь вопрос, когда они сюда теперь приедут, так что нет, тут дорожки чистые, снега уже становится меньше, вот машинка моя стоит, куда сейчас я специально вышел на улицу, чтобы подзарядить телефон, потому что садится, ну, может быть, попробую поехать сейчас в магазин к Минке, хотя, как я понимаю, скорее всего, если у нас нет тока, то у нее его тоже нет, вот, так, какие планы на сегодня, а план на сегодня первый, нужно срочно поехать, купить зарядку, переходник, USB в машину, потому что, самое для меня лично тяжелое, это не то, что нету электричества, а когда нет интернета, пока что на телефонах интернета у нас мобильные работают, слава богу, Vivo.com исправился, два с половиной дня он просто был в полной отключке, мобильный оператор, вы можете представить, который так же не работал, и, ну, даже служба спасения, тут не было никуда дозвониться, жили автономно, вот, знаете, ребят, вот что меня, так сказать, немножко, не то, что удивляет, а мне непонятно, полистал вчера интернет, хотел узнать, а как живут другие блогеры в Болгарии, которые, ну, как и мы, в общем-то, ведут блоги, но ничего не увидел, кроме как каких-то стандартных новостей, значит, как я понимаю, от прямого, от первого лица, только я веду такие репортажи, о том, что не так все замечательно, бывают у нас и проблемы, и как мы их, в общем-то, решаем, поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, сейчас мне это очень помогает, мотивационно делать видео, ставьте лайки, колокольчик, это как раз, мне дает ту мотивацию, рассказывать, как мы здесь живем, не только, когда нам очень хорошо, но и в моменты, в общем-то, таких, немножко катастроф, поэтому, поедем сейчас, наверное, в Габрово, буду покупать переходник, по поводу генератора, да, спасибо, вы все очень правы, генератор, буржуйка, это, конечно, все хорошо, но мы просто не были к этому не готовы, не морально, ну, и, конечно, в общем-то, не финансово, сейчас 500 евро, надо где-то изыскать, вот, да, и более того, вам скажу, что генераторов сейчас в окрестных магазинах, их просто нет, они все раскуплены, потому что наша знакомая сейчас каталась в Великотырного, там, два дня, и нет генераторов, ну, а ехать в Софию специально, будем думать, более того, что наша машина, она не поднимет большой генератор, вот, да и, вдруг, еще ситуация в следующем, то, что, купить-то это одно, руки-то у меня из жопы растут, установить я его не могу, потому что ставить его нужно, генератор нужно ставить в подвале, выводить дырку, вот, где найти специалистов, но, думаю, как-то, ну, будем решать, естественно, если кто-то думает, что мы тут в расстройстве, в каких-то очень сильных нервных чувствах, и шоках, то это вряд ли, мы позитивные люди, настроение у нас, испортить нам очень сложно, а мелкие трудности, естественно, мы будем переживать с улыбкой, и с хорошим настроением, поэтому, друзья, ждем ток, буду держать вас в курсе, хубавден, шили хабьем наим, хаварим шили, and have you nice day, my friends, чао-чао. Субтитры сделал DimaTorzok